На метод, на метод, на метод Спасение Земли Семь футов под килем С вами интернет-канал Морские Истории Можем ли мы говорить в аптечии? Вот у нас на корабле попугай разговаривал на всех языках А мы, матросы, по-попугайски так и не заговорили Каждый раз одно и то же А еще обижается, что его канал никто не смотрит Вон, три просмотра, ноль лайков Ой, небо яичко снесло Оно, наверное, с другой планеты к нам прилетело А давайте его поджарим Интересно, какой вкус у инопланетянской яичницы? Наверное, где-то на крыше птичье гнездо И оно упало оттуда Но если вам действительно интересно То у нас есть научные методы Сделаем просвечивание и определим Кто же находится в этом яйце Какой хорошенький Всегда мечтал о настоящем роботе Малыш, ты что? Это же робот Кибер Титан Как в игре спасение Земли Его миссия уничтожить все живое Надо бы показать это яйцо научному сообществу Вылупляется уже Какое сообщество? Пока ты будешь показывать Он уже всю Землю захватит Я его даже в игре не смог победить А тут он гвоздь мне в кеды Настоящий Что ж Во имя спасения Земли Придется его ликвидировать Ген, пусть он вылупится А я его потом перевоспитаю Малыш, у него вместо рук пушки Он не запрограммирован на перевоспитание На счет три отворачиваемся И я запускаю лазер Тебе лучше выйти Это небезопасно Гена, не тяни У нас с тобой всего по одной жизни Раз, два Три Ура, успели О, вот так взять И между прочим Спасти мир от межпланетного робота Генка Посмотри-ка туда Ничего Я тебя все равно перевоспитаю Покажу как ушки чистить Научу руки мыть перед едой Малыш, бросай яйцо О, отползай от него подальше Не волнуйся, я тебя спасу Сейчас будет выпуск моего канала Поставь побольше лайков Хорошо, дедуля Семь футов под килем С вами снова интернет-канал Морские истории Оно точно под кровать закатилось Может закатилось А может и не закатилось Утром я рассказывал вам о том Что мы не можем говорить по птичьи Сейчас я вам это докажу Ой, вороненок Ну ты меня и напугал Вот это инопланетянин А потом мы целый час Ловили этого вороненка Зато на дедушкином канале Появилось четыре тысячи новых подписчиков Только как же получилось Что твой компьютер Показал в яйце не птенца А робота Добрый вечер Ген Ну что, посмотрел заставку? Какую заставку? Нового робота из игры спасения Земли Я же тебе его на экран разместил Думал, ты как включишь компьютер Так и увидишь Что? Не понравился? Очень понравился Отличный у тебя робот Чудес не бывает Гена Барбоскин Зеленый Гена? Почему только крокодил? Я вам что, крокодил? Генка, у тебя есть Сульфат магния? Конечно На полке справа У меня тут такое чудо случилось Чудес, дружок, не бывает Пора бы знать Не маленький Ну и не надо Ну и не расскажу А зачем ему сульфат магния? Дружок просил ему не мешать Вот еще, фон-барон Он там всемирно-научное открытие открывает Ему инопланетяне подсказали Инопланетяне? Сегодня ночью дружку приснилось, что инопланетяне пригласили его на свой космический корабль Там они попили чаю Дружок рассказал им анекдот А потом играли в футбол Инопланетяне хотели еще поиграть Но дружок сказал, что ему уже пора домой А за то, что дружок такой ловкий Они открыли ему секретную формулу какого-то вещества Который будет самым важным научным открытием на Земле Ага Инопланетяне Ага Сразу поверил Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Хе-хе-хе-хе-хе Ой Зеленый гена Дружок! 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 Открывай! Ты чего врываешься? Дружочек, братик Возьми меня в своё научное открытие, а? А я тебе потом все домашние задания буду делать. Я свой джойстик подарю вместо твоего, сломанного, и наушники. Ладно, я же тебя и хотел позвать. А ты чудес не бывает, чудес не бывает. Только вот что за открытие, никак не пойму. Вот и хорошо. Сейчас выясним, что это за открытие. Вдруг это телепортация. Теле что? Мгновенное перемещение в пространстве. Например, этот химический анализатор здесь, а через секунду на подоконнике. Как тебе? И заметь, без всякого приложения физических сил. Нет, Нес, это точно специальная футбольная мазь. Намазал кеды и как вдарил по мячу. Он на другой континент фить и прямо в ворота. И сам факт. Если каждый день тебе будет сниться по одному великому открытию, то... То... Да-да! А мне знаешь, сколько еще всякого такого может присниться? Ему позавчера шуруп приснился. Готово! Бань, свай, драй! Похоже на воду. Я пить хочу. Ты что? Вдруг это кислота? Проверим в химическом анализаторе. Анализ завершен. H2O. Вода. О! Так я и знал. Ерунда этот твой сон. Чудес не бывает. Ну, я вам покажу. Что ты им покажешь? Свои сны? Пойдем с горя в Мортал Гав-Гав сразимся. И я, и я. Межгалактическое сообщество. Генка, а вдруг не получится? Получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах! Не получилось. Я же говорил, раз и навсегда зарядить плеер невозможно. Я свой каждый день заряжаю. А по моим расчетам, плеер должен зарядиться раз и навсегда. А почему он тогда сгорел? Э-э-э... Я ж его подсоединил неправильно. Плюс с минусом перепутал. В следующий раз все обязательно получится. Какой еще следующий раз? У тебя же нет второго плеера. Э-э... О! Нет, нет и нет. И не мечтай, умник. Свой плеер я тебе в жертву не отдам. Вот инфудзория. Э-э... О! Да, ты и я. Ты и я. Мы с тобой друзья. Да. О, Генка, ты чего? Тише, я связь для контакта настраиваю. Да для какого еще контакта? Хм? Ха! С инопланетянами, что ли? Да. Да ладно, врать-то. Хочешь, сам послушай. О! Это их голоса. Они вступили со мной в контакт с инопланетного космического корабля, который сейчас находится на орбите Земли. Да ты меня разыгрываешь. Не веришь? Пойдем покажу. О! Настоящая летающая тарелка. Я первый землянин, наладивший с ними контакт. Теперь я буду представлять Землю в межгалактическом сообществе. Завтра утром я отправляюсь туда. Для переговоров. Кстати, представляешь, у них на космическом корабле есть своя футбольная команда. Инопланетянская футбольная команда! Гена, а можно мне с тобой на переговоры, а? Если хочешь, я могу спросить. Межгалактическое сообщество. Прием. Мой брат-дружок хочет присутствовать на переговорах. Можно ему пойти? Скажи, что я тоже футбол люблю. Тсс. Мы согласны принять дружка в межгалактический союз. Ура! Но! Необходимо, чтобы дружок подтвердил серьезность своих намерений и подарил нам на память свой аудиоплеер. Плеер? А нельзя что-нибудь другое? Если инопланетяне сказали «плеер», значит «плеер». Я имплеер! А они мне что? Вымогатели! Я не согласен! Ах, не согласен? Значит, экскурсия по космическому кораблю тебе не нужна. И членство в межгалактическом сообществе тебя тоже не интересует? А футбол с инопланетным разумом! Где бы ты мог, защищая спортивную честь Земли, обыграть всю инопланетянскую футбольную команду и забить, может быть, самый главный гол в твоей жизни! Такой гол, после которого вся Земля бы тебе кричала! Да здравствуй, дружок! На это ты тоже не согласен, а? Согласен! Фух, не зря я за тебя поручился. Передача «Плеера» состоится сегодня ночью на чердаке. Эй, инопланетяне, я вам тут плеер принёс. Только свой я, ну, вроде как потерял. Но зато я дарю вам плеер своего брата, Генки Барбоскина. Он точно такой же, как у меня. Даже лучший! Хе-хе! Его теперь вообще больше заряжать не надо! В общем, давайте, до завтра! Вот инфузория! А откуда у тебя этот плеер? Дружок дал послушать. За то, что я маме не расскажу, кто в школе окно у вас бил. Лиза, а ты когда-нибудь слышала про межгалактическое сообщество? Нет. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Космический шлем Шлем виртуальной реальности служит для усиления чувства реальности в компьютерных играх. Внимание, не рекомендуется играть в шлеме слишком долго. Шлем может перегреться и зависнуть. Эй! Ты уже два уровня прошёл! Он сейчас перегреется, а я ещё не играл. Моя очередь! Я же ещё не попробовал красный лазер! Гена, он что, в космонавты готовится? Куда? Да, и не в наши, а в инопланетянские космонавты! Туда только за хорошие оценки берут. Завтра улетаем. Пока, братик! Правда, что ли? Конечно, правда! Перебежчик! Я его уговаривал, уговаривал в наши космонавты пойти! Стартовал бы, как все, с Бальконура! Домой бы на обед прилетал! А он ни в какую! Пойду, говорит, служить в космический отряд зелёных человечков! Гена, ты что, улетишь на другую планету? Тсс, его сейчас нельзя беспокоить! Сложнейшая подготовка! Космический отряд зелёных человечков! Кто же там сварит ему кашу? Эх, мне было так приятно подписывать его дневник! Кто ему скажет с погойной ночи? А если он простудится? Эх, на одного парня в семье меньше! Не улетай! Стойте! Подождите! Девочка, нам очень нужен космонавт в отряд зелёных человечков! Если так, забегайте меня! А что случилось? Стой! Куда шлем потащила? Эй! Не дам Генке улететь к зелёным человечкам! Лизочка, пожалуйста, ну не надо! Хочешь, я за тебя посуду помою? А, брат улетает! А тебе хоть бы хны? Куда улетает? Какой брат? Лиза, этот шлем очень дорогой! Дорогой? А Гена тебе не долог? Ах! Ха-ха-ха! Ух! Ха-ха-ха! Ну как ты могла мне поверить? Ха-ха-ха! Отряд зелёных человечков! Ха-ха-ха! Гвозь, яхеды! Прощай, братишка! А-а-а-а! Мы больше никогда не увидимся! Но я навсегда запомню тебя в этом шлеме! Хе-хе-хе-хе! Прощай, семья! Пора лететь! Меня ждут зелёные человечки! Ха-ха-ха! Не за что! Малыш, стой! Гена, я не хочу, чтобы ты улетал! Малыш, я никуда не лечу! Но, похоже, летит папа! Геннадо-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе отзовись! Марсианин, я землянин, отзовись! Марсианин, я землянин, отзовись! Девочка, ты уже третий день не спишь! Может тебе немного отдохнуть? Вот-вот, а то забвал антенну, понимаешь? А мы должны без телевизора сидеть! Контакт с иными цивилизациями важнее вашего телевизора! Марс будет находиться на таком коротком расстоянии от Земли всего несколько дней! Такой редкий шанс для контакта! А вы? А мы? Геночка, ну дай нам антенку хотя бы на часик! Сериальчик посмотреть, а мы тебе печеньки! Ням-ням, как вкусно! Овсяное? Нет, пока вы будете смотреть свой сериальчик, земляне могут упустить свой шанс! От имени науки прошу покинуть марсианско-землянский переговорный пункт, Ну и пожалуйста! Ещё денёк не поспишь и сам марсианином станешь! Бе! Наука требует жертв! Марсианин, я землянин, отзовись! Марсианин, я землянин, отзовись! Привет, землянин, я марсианин! Что? Контакт? Да-да, контакт! Но если ты хочешь поговорить со мной, то тебе нужно заснуть! Потому что я разговариваю только с теми, кто спит! Хорошо, я готов заснуть! Баю-баюшки-баю! Не ложись на краю! Хм! А откуда ты знаешь нашу земную колыбельную? Я её знаю, потому что... Хм! 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 Марсианин, я землянин, отзовись! Марсианин, я землянин, отзовись! Ах! Ах! Хм! 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 Эх! Лизка, антенну хватай! Ах! Сорвать межпланетную встречу решили! Наука фронтавцы! Ах! А папа говорит, что никаких марсиан не существует! Ах! А всё научное сообщество говорит, что существует! Ах! 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 Я докажу! Они меня не остановят! Открывай сейчас же! И не подумаю! Ах ты! А мы сейчас его любимые журналы начнём выбрасывать! Тогда быстро откроет! Вот! Наука и собачья жизнь! Новый номер! Не трогай журнал! Сейчас спорву! Только попробуй! Воска! Смотри, что здесь написано! Марсиан не существует! Учёные доказали! Марсиан не существует! Снимки Малса, сделанные в тот момент, когда Малс... Учёные доказали! Не оставляет сомнений! Марсиан на Марсе! Нет! Нет! Неужели Марсиан действительно не существует? Ну не расстраивайся, братишка! Зато теперь мы все вместе сможем посмотреть телевизор! Лиза! Идём! Сейчас мультики посмотрим! Может даже каких-нибудь инопланетян покажут! Вертикальный взлёт! У-у-у! Ой! Что это? Фу! Какой некрасивый мультик! И показывает плохо! АТАКА КЛОНОВ Эй, кто дома есть? Не понимаю, почему девочка так боится, это же её братик, потому это уже не настоящий бват, его давно похитили, инопланетяне оставили вместо него клона Ух ты, пух ты, а в нашей семье тоже могут быть клоны Ну не глупи, это всё сказки, клонов не бывает Ха-ха, да неужели? А может мы уже в вашем доме и совсем рядом с вами? Выкатый, дружок, глупая шутка Забудь про дружка, его уже не вернёшь Хватит, а то всё маме расскажу Попробуй, всё равно вам никто не поверит Глупым детям никогда никто не верит А тем временем мы по очереди подменим Тебя, потом тебя, потом всю вашу семью Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Тебе и поверили. Эй, кто-нибудь! Тут малышня заиграла. Ты, главное, не дергайся. Все равно дома больше никого нет. Да не клон я. Проверьте меня. Я настоящий. А помнишь, в телевизоре говорили, что клоны боятся громкого шума? Это мысль. Включай. Не, беловато как-то. Нужно громкости добавить. Не выдержал. Значит, клон. Такого никто не выдержит. Ах так? Ну тогда давай продолжим плавелку. Теперь что? В кино показывали, что клоны сладкое не любят. Вот глупые пришельцы. Такая проверка мне нравится. Тогда молчи и лопай гуманалит. Все, не могу больше. Ага. Вот ты себя и выдал, инопланетянин. А ну говори, где двужок? Я дружок. Что он мямлит? По-моему, он просит еще одну проверку. Ну, вас так. Можно пововести последнюю. Самая опасная для нежной кожи пришельца обычная вода. Хватит. Это уже не смешно. Я же утону. Хорошо. Да, я? Я пришелец. Гуманоид. Марсианин. Ты не просто пришелец. Я император межгалактических захватчиков. Мозговыми волнами я подал сигнал моим кораблям. Сейчас прибудет целая армия клонов. Генка, как же я тебе рад. Развяжи скорее, а? Совсем совесть потерял. В школу не пошел. Малышей обижаешь. Что за... Как? Что здесь вообще творится? Расслабься, гуманоид. Тебе понравится. Ночь независимости Гена, Ген! Проснись! Кто здесь? Дружок? Ген, у меня проблема. Опять твой сон про пришельцев? Ага. Все никак не отстанут. Ну, чего им от меня надо, а? Я их перехитрю. Вот возьму и не буду больше спать. Никогда! Они такие прилетают. А меня нет. Генка, помоги мне не спать. Что это? Кофе. Очень бодрит. Гарантирую. Всю ночь спать не будешь. Фу. Чего такой горький-то? Предпочитаешь сладкий сон. Гвоздь мне следует. Спать вообще не хочется. Я же говорил. Бодрой ночи. Ну, пришельцы! Теперь вы меня не дождетесь. Я помер, как никогда. Гена. Ген. Твой кофе уже не действует. Организм требует сна. Попробуй отвлечь его какой-нибудь игрой. Так с этого и надо было начинать. С гонщим псом я могу хоть всю ночь не спать. Опа. Вот так. Ха-ха-ха. Гена. Бодрит. Ты не спишь уже пять часов. Думаю, продержишься еще часа два. Хотя вряд ли. А может, есть еще какие-то средства? Не хочу к пришельцам. Слушай, ты уже все испробовал. Ложись спать и досмотри этот сон до конца. Ничего страшного с тобой не случится. Ты прав. Хватит бегать и хитрить. Пора узнать, что нужно этим пришельцам. Удачи. Гвоздь мне в кеды. А вдруг не получится? Нужно просто игру придумать поактивнее. Вся надежда на тебя, друг. Ты тоже предатель. Что ж, придется встретиться с этими пришельцами. Добро пожаловать на чемпионат по космобобу. На поле встречаются непобедимый дружок и команда пришельцев. Гвоздь мне в кеды. Ну, держитесь, пришельцы. Такой голос сорвался. Ничего, сейчас повторим. Ген, Гена, у меня проблема. Помоги мне уснуть, а? Я, 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 ты с тобой, друзья. Я, я, ты с тобой, друзья.